всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко а не коротком с вами как всегда кин и доставайте ваши видоки если конечно вы знаете что это такое дэна мастера по восстановлению старых кинопленок нанимает крупная фирма lgm для восстановления серии кассет пострадавших 30 лет назад в пожаре отеля в ссор по первоначальным данным на пленках записаны интервью с жильцами отеля проводимые в качестве проекта по учебе девушки мелоди пендрос также погибшей в том пожаре по крайней мере по официальным данным хотя ее тело так и не было обнаружено восстанавливая и по ходу дела просматривая пленки дэн понимает что он и его отец как-то связаны с мелоди это то что простые на первый взгляд интервью таят в себе страшную тайну раскрыть которую вы сможете в сериале архив 81 эх эпоха вхс как сейчас помню как я будучи мелким звездюком с мама иду на рынок покупать новую кассетку или же сам бегу в ближайший прокат взять что-нибудь на вечер свою первую кассету я сейчас не вспомню но точно помню что у меня были братец медвежонок и первый гарри поттер а вот святых из трущоб я брал в прокате но вас я попрошу написать в комментариях с чего начался ваш мир кино с вхс кассет 9 дисков или уже фильмов сети кстати насчет фильмов сети вы же знаете где их удобнее всего смотреть конечно же на кинопоиске который собрал себе тысячи различных фильмов и сериалов на любой вкус включая эксклюзивы а также яндекс музыка яндекс гоу яндекс афиша яндекс маркет и все это вы получите на 60 дней бесплатного использования перейдя по моей ссылке в описании но сегодня я вам расскажу про архив 81 потрясающий по моему личному мнению сериал вышедший из-под умелых рук ребекки саншайн и джейм савана и если о втором вы возможно слышали если нет то из наиболее известного он работал над 2 3 4 5 6 и 8 частями пилы а также над вселенной заклятия ну а если брать из недавнего то вы могли смотреть его фильм злое а вот ребекка примечательно тем что выступала сценаристом таких проектов как дневники вампира переправа и приготовьтесь пацаны сам же сериал основан на одноименном и как я понял дико популярным за рубежом подкасте марка солингера и дэниела пауэлла в россии правда я об их подкасте не слышал хотя я вообще особо за подкастами не слежу но если вы про него знаете то напишите и что же у нас получится по итогу если мы объединим мастера ужасов талантливую сценаристку и сюжетный интересный судя по отзывам мистический подкаст а получится у нас неожиданно годный сериал от netflix из-за которого хочется ненавидеть этот стрим сервис всей душой ненавидеть за то что после этого сериала понимаешь что когда netflix не старается вылезать зад всем подряд а лежит его только сюжету выходит то лютая годнота да представьте себе после всех шуток про netflix на нем выходит сериал где на главных ролях темнокожий парень натурал ни разу не поднимающий тему блм и лично по моему мнению довольно симпатичная гетеро девушка сильно и находчивая но при этом не топящая за феминизм да как я уже говорил я не против всего этого но только в том случае когда на этом акцентирует внимание и это влияет на сюжет случае же архива создатели решили не отвлекаться на сторонние темы и сконцентрировать все внимание на основном сюжете следить за которым нужно не отвлекаясь я блин отвлекся буквально на 5 минут в первой серии и начиная со 2 я уже терялся в локациях так что если захотите отойти сделать себе чайку то ставьте на палцу холодильник и морозилка забиты доставка раз в неделю все что пожелаешь не стесняйся к отдельным плюсам сериала я бы отнес два момента это его двойственность и атмосфера под двойственностью я подразумеваю что смотря один сериал мы по сути смотрим 2 сериал про дэна в лаборатории и сериал про мелоди в отеле каждый из которых воспринимается по-разному благодаря различной атмосфере если у дэна она холодная темная и таинственная чем-то схожая с фильмом полтергейст то у мелоди более яркая теплая и местами очень жуткая схожая не сколько по атмосфере сколько по подаче с сериалом жить обзор на который вы у меня так и не посмотрели но да не будем о грустном на руку таким атмосфером играет отличное музыкальное сопровождение нет вы не услышите здесь известных популярных треков здесь скорее преобладают симфонии погружающие вас в происходящее теперь что касательно жанров везде пишут что архив 81 мистика и ужасы я с этим отчасти не согласен да тут есть один довольно мерзотный жуткий момент подходящий именно под формат ужасов но во всем остальном это твердая мистика местами довольно жуткая но все же мистика если же вы ищете именно что ужастика то могу вам предложить сериал шершни обзор на который я забросил но если вкратце то это более кроваво мясистый лост с преимущественно женским кастом ни за что не забуду тот день когда объявили что самолет исчез но вернемся к архиву из необычных находок в котором я могу отметить эффект магнита то есть например когда показывают рябь на мониторах дэна и и показывают достаточно долго и мы начинаем вглядываться в нее вместе с ним попутно приближаясь к своему телевизору или же монитору что касательно минусов то я как таковых не выделил персонажи довольно живые за ними интересно наблюдать актеры хоть и не мегазвезды но фальшивых игре я не увидел сама история мрачная жуткая загадочная и атмосферная медленно погружающая нас в происходящее да возможно для кого-то такая неспешность в этой истории будет минусом я же считаю что она тут очень даже к месту единственное чтобы я отнес к слабой стороне сериала это визуал а именно чтобы без спойлеров в одной из финальных серий в одном из моментов графон скатывается до уровня страшных короткометражек и возможно я бы не брал того внимание так как этого там не так много но я вспоминаю что до этого джеймс ван работал с болотной тварью где многие эффекты делались довольно круто на натуре поэтому как мне кажется показать кое-что здесь можно было бы и поинтереснее ну и на этом пожалуй подведем итог в котором я бы хотел выразить лютое недоумение касательно того почему про архив 81 не трубят из каждого утюга то есть блин когда вышла будем честны местами вторичная игра в кальмара до про нее было слышно даже из выхлопных труб зато когда тот же нетфликс выкатывает сериал без повесточки с оригинальной идеей с погружающей мрачной атмосферы и закрученным сюжетом во всем как бы и пофиг это же не игры на выживание которые мы видели кучу раз это что-то новое а все новое плохое в общем если ты любитель мрачных и загадочных историй то архив 81 точно скрасит тебе один или же два вечера теперь по основным характеристикам год выхода сериал 2022 количество сезонов 1 но с клиффхенгером количество серий 8 продолжительность серии 55 57 минут и я вот только очень надеюсь что этот сериал не закроют после одного сезона а то джеймсу ванну с этим очень везет то болотную тварь поставили в интересную позицию после первого сезона то недавно также после первого сезона прикрыли я знаю что вы сделали прошлым летом но блин закрывать архив после того как закончился первый сезон и я считаю просто преступлением ну а на этом у нас все дорогие друзья и всем большущие спасибо за просмотр и если вам понравилось это видео то поставьте свой мистический лайк и подпишитесь на канал но в описании я оставлю основную информацию о сериале также я оставлю ссылку на кинопоиск ссылки по которым вы при желании можете поддержать канал а также ссылки на мой инстаграм и группу вк в которой мы периодически укладываем различные новости кино и сериалов но я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии пока экскурсия закончена вопросы и предложения в письменном виде а